Всем привет! Новый выпуск в гостях у тайны под названием книга из будущего. Не столь давно я наткнулся на странность, объяснить которую не могу. Чтобы изложить это дело ясно, буду придерживаться временной последовательности. В конце 1980-х годов киевская газета «Молодая гвардия» объявила конкурс на эмблему фонда киевского зоопарка. Это был создан такой фонд с целью сбора средств для помощи зоопарку. Я был тогда маленьким, учился в школе и выписывал журнал про природу «Юный натуралист». К тому же много рисовал. И, прочитав в газете о конкурсе, решил принять в нем участие, однако схитрил и воспользовался парой картинок из «Юного натуралиста». Соорудив таким образом два варианта эмблемы, я отправил их в редакцию, сопроводив следующим наивным письмом. «Здравствуйте! Меня зовут Петя, мне 11 лет. Я очень люблю природу. Посылаю вам свои эмблемы для фонда киевского зоопарка. До свидания!» Ну и это был первый и последний случай плагиата в моей жизни. По упомянутому возрасту нетрудно вычислить год, когда это произошло. К 1977 прибавим 11, получим 1988. Вероятно, в том же году, но, допустим, даже и в следующем. Газета вновь вернулась к той же теме и в посвященной этому заметке опубликовала, кроме прочего, одну из моих эмблем – купно с письмом. В заметке также посетовали, что в газетной печати эмблема выходит черно-белой, а не цветной, как в подлиннике. Мой отец тогда отксерил кусок страницы молодой гвардии с этой заметкой. К сожалению, я не знаю, в каком именно номере газеты она вышла. Но несколько погодя, летом или в конце весны, мне пришло извещение с почты, получите гонорар. Вот за эту эмблему, напечатанную в газете, ну или за письмо, или за все вместе. Возрадовавшись премного, я вооружился свидетельством о рождении и сошел по улице Бастионной от своего дома до почты, что и сейчас работает в угловом доме на перекрестке Бастионы и Евгении Бош, ныне Катерины Белокур. Получил я, кажется, два с чем-то рубля. Мне причиталась трешка, но сколько-то копеек вычли за пересылку. С деньгами в руках я сразу зашел за угол того же дома, а с другой его стороны располагался книжный магазин. В книжном у меня возникла непреодолимая потребность гонорар потратить, и выбор пал на вот эту книгу про индейцев. Ловец орлов, сочинитель Джеймс Виллард Шульц. Я не прочел ее по сей день, она нудная. Цена 2 рубля 90 копеек. Кажется, я уложился в гонорар тютелька в тютельку. С тех пор эта книга тихо стояла на этажерке, хранимая, пожалуй, только ради того памятного первого заработка. И вот недавно я от нечего делать снял эту книгу с полки, вздал пыль и пролистал. Смотрим год издания. Киев, издательство ВСЛК 1990. Это запало мне в память, и спустя еще какое-то время я засомневался. Как такое может быть? Ведь точно помню свое письмо, напечатанное в газете. Здравствуйте, меня зовут Петя, мне 11 лет. Я написал письмо в 1988 году, а книжку купил, изданную в 1990. Хорошо, допустим, с большой натяжкой, что письмо напечатали через год, в 1989. Но это все равно не 90. Я стал крутить книгу со всех сторон. Может быть, в ней какая-то ошибка? Нет. Вот копирайты, перевод, предисловие, иллюстрации 1990 года. В печать подписано 11.01.90. Более того, на одной из последних страниц приведен перечень книг, выпущенных в 1989 году. То есть, очевидно, что такой список мог возникнуть уже в 1990. Итак, книга однозначно была выпущена в 1990. Как же тогда я купил ее в 1988 или, в крайнем случае, в 1989 году. В гостях у Тайны.